На выбор профессии каждого четвертого россиянина повлияли собственные увлечения и интересы. Таковы данные Всероссийского центра изучения общественного мнения. Причем процент выбравших профессию благодаря своим увлечениям среди молодых людей в возрасте 18-24 лет гораздо выше. Это почти каждый второй. И хотя опрошенным были важны престиж и оплата труда, тем не менее отрадно, что молодые люди идут в профессию благодаря своим увлечениям. А какими они могут быть, вы узнаете из нашей программы. Здравствуйте, это КФУ Итоги недели. Итак, сегодня мы расскажем. Врачам спешат на помощь. Почему в Татарстане приостановили плановое обследование и приемы? Включить-выключить свет. Дальше у нас предусмотрена такая функция, как открыть-закрыть окно. Ума палата. Как лицеисты КФУ смогли помочь медикам в оборудовании палат для реабилитации. Эти слова имели особое ритуальное значение. Табуированные слова. Почему появляются бранные слова из организма? В Татарстане приостановлена плановая амбулаторная помощь. Введение мер Министерства здравоохранения Республики связывает со сложной эпидемиологической обстановкой. В поликлиниках наплыв пациентов, очереди к терапевтам. Клиники работают без выходных. Количество заболевших новой коронавирусной инфекцией в Татарстане превышает 900 человек в сутки. ОРВИ и грипп также распространяются быстро. Приостановлено оказание плановых обследований и диспансеризации взрослых. Это те процедуры, которые можно отложить на неделю или две. Именно такой предварительный срок дал министр отрасли. Но это позволит врачам сконцентрироваться на главном – оказать помощь пациентам с коронавирусом и другими вирусными инфекциями. Новый штамм омикрон в большинстве случаев не дает сильного течения болезни. Хоть ковидные госпитали и полны пациентов, однако потребление медицинского кислорода не превышает норм. Это говорит о том, что при таком росте заболевших и переносящих ковид-19 основная нагрузка легла на амбулаторное звено. Люди приходят для подтверждения диагноза и получения больничного листа. Увеличилось и количество вызовов врачей на дом. В университетской клинике ежедневно принимают около 200 вызовов. При этом на каждого врача приходится порядка пяти необоснованных вызовов. Например, с легким течением болезни или чтобы просто взять ПЦР-тест без симптомов. Пациентов, приходящих в красную зону на фильтры, еще больше. Ежедневно не менее 300. Продолжается прием пациентов и по другим показаниям. Неотложная помощь, осмотры беременных, пациентов с тяжелыми диагнозами, как онкология, сахарный диабет, обследование работников вредных производств или призывников. Все это осталось. Продолжает работать и ковидный госпиталь КФУ. Созданный на базе университетской клиники временный госпиталь уже более года принимает пациентов не только из Казани. Под госпиталь по решению ректората было отдано ревматологическое отделение клиники. Первых пациентов он принял 21 октября 2020 года. До сих пор врачи борются здесь за каждого привезенного пациента. На канале Универ ТВ вышел фильм «Цена выбора. Временный инфекционный госпиталь КФУ». В нем рассказывается, как организован госпиталь, кто в нем работает, как приходилось обеспечивать больницу необходимыми медикаментами и оборудованием, как сложились судьбы пациентов. На помощь врачам клиники пришли волонтеры, студенты Института фундаментальной медицины и биологии КФУ. С самого начала пандемии ребята помогают разносить препараты пациентам, заполнять документы, работать с федеральным регистром, разруливать навигацию клиники и обслуживать казанцев. Это как раз тот случай, когда студенты понимают, что учиться на врача они решили действительно по зову души. На помощь медикам пришли и лицеисты Казанского университета. Десятиклассники лицея имени Лобачевского разработали программное обеспечение для необычной палаты. Ее называют «умной». Это сложный комплекс, который позволяет пациенту с ограниченными возможностями выполнять бытовые действия с помощью движения глаз. Свою работу ребята не только внедрили на практике, но и презентовали президенту Татарстана и министру здравоохранения при открытии нового лечебно-реабилитационного центра в Казани. Кто помогал ребятам в реализации проекта, почему для них важна эта работа и как организована «умная палата»? Об этом в нашем репортаже. Включить-выключить свет. Дальше у нас предусмотрена такая функция, как открыть-закрыть окно. Создать себе комфортные условия теперь пациенты могут лишь одним взглядом. Это позволяет сделать систему управления так называемой «умной палаты», которая открылась в новом лечебно-реабилитационном центре 7-й горбольницы. Программу, позволяющую без рук влиять на окружающую обстановку, разработали десятиклассники лицея Лобачевского. Когда взгляд, получается, задерживается на одной кнопке, Камил, давай на телевизор сейчас, то видите, здесь вот идет такая зелененькая полосочка заполнения кнопки. И при достижении, получается, заполнение круга, она активируется. «Умная палата» — совместный проект профессора Резиды Бодровой, завкафедры реабилитологии Казанской медицинской академии, врачей и учеников. Палата разработана для реабилитации пациентов с нарушениями центральной нервной системы в новом лечебно-реабилитационном центре при 7-й городской больнице. Они уже прошли интенсивную терапию в реанимации и только начали самостоятельно сидеть. Как правило, это люди после инсульта или тяжелых травм. Перед ними стоит задача восстановить базовые бытовые навыки. Для этого, помимо зрительной системы управления, палата оснащена мебелью, которая по касанию подстраивается под пациента. А также с системой подъема и перемещения больного. Данная система, она очень хорошо влияет и на восстановление когнитивных функций, то есть умственных пациентов. Она заставляет мыслить, она заставляет концентрироваться. Новый аппаратно-программный комплекс упрощает и работу специалистов, под чьим контролем проходят реабилитационные мероприятия в новом лечебно-реабилитационном центре. Программа настроена на дублирование управления, а подъемники снижают физическую нагрузку. Таким образом, умная палата стала умным решением для всех участников лечебного процесса. В год примерно 200 пациентов, которые будут иметь возможность получать лечение. Над своей частью проекта системой управления Карим Бодров и Артемий Зайуддинов работали полгода. Изучали зарубежные аналоги, консультировались с европейскими экспертами, тестировали функционал. Слаженно работать помогло правильное распределение обязанностей. Карим занимался больше такой организационной деятельностью, там решал вопросы всякие, связанные со спонсорами, с возможным продвижением проекта. Я больше занимался технической частью, то есть разработкой, придумывал, как это все реализовать. Это только базовый, самый первый образец. Потом мы будем это все дорабатывать, модернизировать, улучшать, вводить новые функции, то есть функционал расширять. И внедрять уже, по крайней мере, я надеюсь, в другие медицинские учреждения. Основную базу знаний разработчики получили на уроках информатики в лицее имени Лобачевского, подразделении Казанского федерального университета. В учреждении уделяют особое внимание проектной работе учеников. Одной из главных целей педагогов – формировать у лицистов интерес к авторским разработкам. У нас есть обязательный предмет проекта в 10 классе, а ребята учатся именно в 10 классе. И защита проектов проходит в очень серьезной обстановке. Мы приглашаем специалистов, ученых, из различных институтов по профилю Казанского федерального университета, которые ежегодно, кстати говоря, отмечают, выявляют очень интересные проекты, которые достойны и патентования, и дальнейшего рассмотрения их на уровне уже внедрения. И я думаю, что вот сейчас встает очень серьезный вопрос о том, чтобы ребята, будучи еще школьниками, могли патентовать свои разработки, свои проекты, и так, чтобы их личное клеймо было в этом уже зафиксировано. Это первый проект, который удалось довести до логического конца, признались начинающие разработчики. И сразу такой успех – практическое применение. Сложный процесс. Сколько времени надо, чтобы научиться управлять? Я думаю, в принципе, за один день можно обучиться. За один день можно. Крутые ребята. Ученики 10 класса. Да, молодцы. Если они такие вещи делают. На открытии лечебно-реабилитационного центра на базе 7-й клиники оценил работу лицеистов президент Татарстана Рустам Мениханов. В рамках осмотра центра ему показали умную палату отделения реабилитации, новый медицинский корпус, рассчитанные на 147 коек, кабинеты эрготерапии, тренажерный и зал спортивной реабилитации. В центре будут проходить реабилитацию пациента с поражениями ЦНС, соматическими заболеваниями, заболеваниями периферической нервной системы, костно-мышечной системы. Особое внимание уделяется людям, перенесшим коронавирус, с серьезными негативными последствиями. Сейчас люди должны изменить свои отношения. И они сами, и мы должны понимать, что он же такой же человек, просто у него какие-то сложности. Новый реабилитационный центр доказывает, что медицина становится все более доступной. Например, умная палата. Это первая умная палата в России, которая полностью создана и собрана отечественными производителями. Ранее разрабатывали только зарубежные специалисты. Сейчас школьники готовят документы для получения патента на систему управления умной комнаты. Параллельно улучшают уже готовую программу. Среди первостепенных нововведений внедрить функции зрительного вызова медсестры и быстрого звонка родным. Салават Мухаммадуллин, Луиза Сагитова, Амир Ахтямов, Хафиз Гараев, КФУ. Итоги недели. 3 февраля отметили Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой. Для большинства людей это воспринимается днем борьбы с нецензурной бранью. Так и есть. Но понятие ненормативной лексики гораздо обширнее. Откуда растут корни таких слов? Почему их употребляют не только в разговорной речи? И как искоренить из лексикона обсценную лексику? Мы поговорим с профессором Института филологии и межкультурной коммуникации, с доцентром кафедры русского языка и методики его преподавания Ириной Ерофеевой. Здравствуйте, Ирина Валерьевна. Здравствуйте, Слава. Удивительно, конечно, но в календаре есть Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой. Давайте для зрителей, вообще для начала дадим понятие, что такое ненормативная лексика и только ли бранные слова в нее входят. Ну, в принципе, да. Ненормативной считается лексика, которую нежелательно употреблять. Она называется еще обсценная лексика. То есть та, которая обладает особой грубостью, которая воздействует на адресата негативно, способствует оскорблению и так далее. А вот откуда произошла бранная лексика? Можете рассказать про ее этимологию? Ну, что касается мата, достаточно часто задается такой вопрос, каково происхождение слов, относящихся к данной группе. Мы прекрасно понимаемся, знаем, да, ведь эти слова. Естественно, мы их произносить не будем и сможем о них поговорить, даже не произнося их. И эти слова, их не так много на самом деле. Как говорят исследователи, около пяти корней максимум. Но от этих пяти корней образуется огромное количество производных, до тысяч. И поэтому на самом деле, допустим, ну, молодежь или люди там определенных социальных кругов, они могут просто разговаривать на мате. То есть там так много и глаголов, и прилагательных, и других слов. Происхождение этих слов. Ну, как мы понимаем, исторически, да, все те слова, которые у нас вошли в группу слов матерных, это слова, связанные с обозначением женских, мужских органов, да, и процесса, так сказать, ну, как бы их соединения. Вот. Это все связано исторически с, так сказать, культом плодородия, и первоначально в этом не было ничего такого особо отрицательного. В древности, как считают ученые, Успенский, Макиенко и другие исследователи обсценной лексики, эти слова имели особое ритуальное значение и использовались в ритуалах. То есть когда необходимо было, например, попросить землю о плодородии, или когда необходимо было, чтобы в семье было плодородие. То есть, в принципе, ничего такого, ну, скажем так, чтобы, ну, входило изначально вот в значение данных слов, да, такого не было. То есть мы все понимаем, что без этой, как бы, сферы жизни, продолжения жизни как таковой невозможно. Другой вопрос, почему в дальнейшем, да, эти слова вот так обособились и вошли в особую группу, и употребление их сейчас является, ну, не то что нежелательным, а вообще невозможным в особых культурных, да, ситуациях. То есть, например, в ситуации, там, преподавания, там, в школе, между родителями и детьми. То есть есть сферы, в которых употребление матерных слов недопустимо. Ну, вот, кстати, табуированная лексика, она ведь тоже связана, наверное, со временем, когда она употребляется. Например, вот слова «дурак» и «болван» на Руси имели, ну, не такое негативное значение, да. Насколько вот эта связь влияет на значение слов? Ну, вы знаете, это уже другая группа, скажем, тоже, это тоже бранная лексика. То есть «дураком», «болваном», ну, вы видите, мы можем эти слова произнести вслух. Мы с вами постеснялись назвать слова, которые к мату относятся, да, а эти слова мы можем вполне употребить, поскольку, ну, они составляют определенный пласт нашей лексики. Это, конечно, просторечие, они, конечно, нежелательны. И, естественно, у культурных людей в общении они не используются. Но мы прекрасно понимаем, что эти слова есть в нашем лексиконе, в нашем словарном запасе. И происхождение, действительно, этих слов очень интересно некоторых. Ну, что касается слова «дурак», это особый такой, скажем, культурный концепт в русском языковом сознании. Оно связано исторически с прилагательным «дурной», то есть плохой, плохой, глупой, дурной. Так возникло слово «дурак», тут суффикс «ак» вполне продуктивный и используемый в русском языке. И образовалось такое номинование. То есть идет по пути вот усиления вот этого отрицательного значения и утраты внутренней формы. Утрачивается внутренняя форма, а отрицательная семантика усиливается в этих словах. Вот сейчас еще хотелось бы поговорить о жаргонизмах и сленгах, особенно о сленгах. Вот часто мы видим, слышим выражение «молодежный сленг», да, и зачастую все-таки это заимствование, например, с английского языка. И причем, да, это заимствование, но это постоянно меняется, вот этот сленг. С чем вы это связываете все-таки? То, что не прекращается вот эта замена? Вроде бы только, вот вспоминаю я там слова такие, даже вот «краш», например, недавно вошло в лексику, да и оно уже устаревает потихонечку. С чем это связано? Ну, вы знаете, молодежная среда – это среда особая. То есть все мы были молодыми людьми, естественно, все мы пользовались подобными словами из сленга. Стремление молодежи как-то обособиться от мира взрослых, создать свой язык, свою какую-то культуру особую, да, разговаривать так, чтобы взрослым было непонятно, учителям, родителям, преподавателям, чтобы все-таки они не совсем понимали, о чем речь. Далее стремление как-то более эмоционально выразить свое вот это мироощущение внутреннее. И стремление быть не такими, как другое поколение, как взрослое поколение. И плюс стремление как-то выделиться с одной стороны из массы, а с другой стороны быть как все. То есть если вот в массе молодежной все так говорят, то, конечно, каждый из представителей, или и молодежи, да, он тоже будет говорить так. Но что интересно, да, вот вы привели пример со словом «краш». Я тоже была удивлена, когда узнала об этом слове, сама-то я только узнала от молодых людей об этом. Краж – это же любимый, да, тот, в кого ты влюблен. Что интересно, по русской модели образуется уже русский глагол «вкрашиться», что значит «влюбиться». Ну вот я, кстати, слышал, что некоторые специалисты говорят о том, что обсценная лексика имеет больше эмоциональное выражение. Так ли это? Безусловно. Это даже психологи говорят. Вы знаете, чтобы снять психологическое напряжение, можно, то есть не можно, а если используются подобные слова, то снимается психологическое напряжение. Даже сравнивают с конденсатором, что вот как будто бы упал кирпич на ногу. Человек использовал это слово, и он даже не почувствовал боли, ну или, по крайней мере, боль не так сильно была выражена. То есть это именно снятие психологического стресса. Это основная функция? Именно с этим связано вот такое распространение ненормативной лексики, несмотря на то, что в культурном обществе не принято употреблять подобные слова? Или есть еще другие, так скажем, триггеры? Нет, другие функции безусловно есть. Ну, во-первых, это снижение социального статуса собеседника. То есть, в принципе, это те же самые бранные слова, как вы сказали, да, мы просто их по группам распределили. Конечно же, это стремление унизить собеседника. Вторая функция – это все же функция коммуникативная. Молодежь, ну, особенно вот, ну, люди там 18-20 лет, и даже школьники старших классов, они вообще общаются на этом языке. Далее, это может быть функция иронии или шутки. То есть с помощью мата можно выразить какую-то иронию или шутку. То есть и такая функция может быть. Это может быть функция междометия. То есть, когда нечего вставить, когда кончается словарный запас, вставляют известные нам слова. Это всегда будет необходимость, во-первых, у определенных групп, у молодежи, у определенных социальных групп. Всегда возникает необходимость, ну, как сказать, выразить как-то вот это свое внутреннее мироощущение, что ли. Оскорбить другого, проявить грубость, а может быть, показать себя как-то. Ну, чаще ругаются мужчины. Есть гендерный тут тоже аспект, так ведь? Мужчины все равно чаще во всех сферах, чем женщины. Понятно, что и женщины могут ругаться, но все-таки это более свойственно мужчинам. Может, мужчины чаще нервничают и психологически так разгружаются. Возможно. Женщины разгружаются по-другому, мужчины так. Женщины могут заплакать, а мужчины лучше, так сказать, используют крутое словечко, да, и тем самым разрядиться. Возможно, что и так. Большое спасибо за интересную и содержательную беседу. Как красота и увлечение помогут завоевать пьедестал конкурса «Мисс Россия»? Об этом во второй части программы. Также мы расскажем. Этот тест, помимо того, что он может стать болен человеком или не болен коронавирусом, он также может стать таким штаммом. Омикрон или Дельта. Как ученые КФУ предлагают определять штамм коронавируса? Основоположник рефлексологии и патопсихологического направления в России. Первый – психиатрия и неврология. Как Бехтеров стал врачом Ленина и Сталина? И что его связывает с Казанью? Еще одно достижение лицеистов КФУ. На этот раз отличился 11-классник специализированного учебно-научного центра IT-лицей Даян Хамитов. Он разработал проект по оценке уровня шумового загрязнения в Приволжском районе Казани. К этим источникам относят шум улиц, автомобилей, бытовых приборов, ремонтных работ и даже лифта. Это одна из наиболее острых проблем большого города. Шум негативно влияет на физическое и психическое здоровье человека. Нарушается работа сердечно-сосудистой, нервной, пищеварительной систем организма. Повышается утомляемость того же организма. Продолжительность жизни человека сокращается в среднем на 10-12 лет. Оказалось, что на семи участках исследуемого района максимальное значение звука превышено. Даян не только измерил, но и расписал рекомендации по снижению шумовой нагрузки для каждого проблемного участка. Инициативу юноши отметили на американской ярмарке проектов от Ротчестерского технологического института. Genius Olympiad – крупнейший международный конкурс научных проектов по охране окружающей среды и экологии. Участие в нем ежегодно принимают более тысячи школьников из 80 стран мира. О других событиях из жизни Казанского университета и республики узнаете из нашего дайджеста. Омикрон или Дельта. Ученые Казанского федерального университета первыми в Казани начали внедрять новый тест на ковид. Он может определить штамм, которым заразился пациент. Апробация теста уже выполнена. Сейчас он внедрен в клиническую практику. По сути, это модифицированный ПЦР-тест, то, что люди обычно сдают в лаборатории. Но этот тест, помимо того, что он может сказать болен человек или не болен коронавирусом, он также может рассказать таким же самым. На карбоновом полигоне установят систему EDIC Avariance. Это пульсационная система для измерения потоков парниковых газов. Она состоит из датчиков и 3D-анемометра – прибора для измерения скорости ветра. С помощью них ученые КФУ смогут получить данные о том, выделяет ли определенная экосистема СО2 или больше поглощает. В Татарстане меняется режим выпадения осадков и растет повторяемость аномальных природных явлений. Об этом рассказали ученые КФУ Юрий Переведенцев и Тимур Алхадеев на специальной пресс-конференции. Они отметили, в республике с 11 ноября наблюдаются осадки еженедельно. Сейчас высота снега превышает норму на 10 сантиметров. По прогнозам ученых, снежный бакров уйдет только 12-13 апреля. В Татарстане в последние годы расширяется перечень наблюдаемых здесь растений, животных, натекомых в связи с тем, что климат становится пригодным для условно-южных видов представителей флоры и фауны. Действительно расширяется это такое любопытное следствие. КФУ улучшил показатели в рейтинге Webometrics. Он оценивает университетские сайты. По сравнению с показателями в июле прошлого года вуз поднялся на 4 позиции. В разрезе основных индикаторов рейтинга положительная динамика Казанского университета наблюдается по индикатору Visability, который оценивает количество и разнообразие ссылок с внешних ресурсов на сайт университета. Из чего состоит скелет человека? Как выглядит в микроскопе костная ткань? И почему нужно употреблять продукты с фосфором и кальцием? Занятие «Удивительный скелет» в КФУ стартовал цикл мастер-классов для детей ArtPlusMed. Это проект Института фундаментальной медицины и биологии, Института дизайна и пространственных искусств. В рамках него школьники могут посетить научные лаборатории и получить знания от преподавателей университета. Мы подумали, что совместить науку и творчество – это очень эффективно. Для детей это будет полезно и с точки зрения лучшего усвоения материала, и с точки зрения развития их творческих способностей. Такая междисциплинарность – это преимущество такого классического университета, сотрудниками которого мы являемся. У Татарстана появится своя метавселенная. Проект воплощает одна из лабораторий Института информационных технологий и интеллектуальных систем КФУ. Ученые оцифруют культурное наследие республики. Проект метавселенной сотрудники лаборатории презентовали на коллегии Министерства культуры. Уже реализован проект исторической реконструкции Великого Болгара XIV века. Проект модернизируют и расширят. В метавселенную Татарстана попадут объекты Казани, Свияжска, Чистополя, Беляра. Это виртуальная репрезентация огромного тысячелетнего культурного слоя республики. Здесь будут онлайн-игры и сообщества, куда могут вступать люди со всего мира. С помощью редактора внутри вселенной люди сами смогут создавать мероприятия, выставки, музеи, развлечения, социальные события. Виртуальный мир совсем рядом. Какие еще новости из всемирной сети волновали на неделе татарстанцев, поведает мой коллега Леонид Толчинский. И снова с вами «Смотрите сами». Надо признать, что тематика метавселенной все активнее захватывает умы и определяется как приоритетная в деятельности все большего числа корпораций, как IT-сектора, так и тех, кто узрел для себя в этом исключительно новые и перспективные возможности. А ведь еще несколько месяцев назад, я это хорошо помню, вот ведь совсем недавно-недавно многие хихикали над презентациями Марка Цукерберга и его планами, что стартовали вместе с переименованием корпорации Facebook в, собственно, мету. И вот сегодня все, что связано с метаверс, стремительно набирает обороты и растет в цене. Помимо метав, космос и по стоимости, и по планам выходят другие крупные технологические компании, включая Apple и Microsoft. Развлекательный гигант Disney, похоже, тоже готовится к переходу в метавселенную. Но тут у наших любителей хихикать опять подвернулся шанс. Акции мета, бывшая Facebook, 3 февраля обвалились на более чем 25%. Корпорация потеряла 237 миллиардов долларов. Это стало рекордным в истории фондового рынка по однодневному падению рыночной стоимости компании. Корпорация побила предыдущий рекорд Apple. Два года назад, в сентябре, компания потеряла 182 миллиарда своей стоимости за один день. Состояние главы и основателя компании Марка Цукерберга сократилось в этот раз на 29,7 миллиарда. Теперь оно оценивается в прям-таки скромные 84,8 миллиарда долларов. Сейчас миллиардер занимает только 12-ю строчку списка Force Rail Time. О, сколько было в тот день радости и злорадства. Впрочем, что из этой информации следует? Ровным счетом ничего. Во-первых, если внимательно присмотреться к происходящему в США, то невооруженным взглядом становится очевидно, что в целом рынок уже достаточно заметно проседает на фоне все более явных ожиданий рецессии. Во-вторых, надо раз и навсегда признать, что IT-история – это в значительной степени замки из песка. Изначально стоимость техногигантов формировалась как спекулятивная, мало что общего имея с реальностью. Сегодня по тому же Фейсбук никто не в состоянии объяснить, сколько в этих потерянных как бы 237 миллиардов долларов, а реально чего-то стоящих денег, простите за каламбур, а сколько воздуха. Впрочем, возможно, а скорее очень даже может быть, что всего-то навсего спустили воздух. И всех дел. В-третьих, любой вменяемый аналитик скажет вам, что айтишечку сейчас ждет в целом спад. Потому что мир после омикрона или его последыша начнет активно выбираться из пандемии, возвращаться с удаленки в реальную полнокровную жизнь, что автоматом затормозит многие вещи, вызвавшие всплеск соцсетей, мессенджеров и прочего, гипертрофированно востребоваемого на удаленке. Семимильные темпы развития и роста того, что оказалось столь востребовано при массе ограничений, очевидно, затормозятся. Да уже тормозятся. Отсюда, к слову, и скорости, с которыми все техногиганты, несмотря на уже запущенные качели фондового рынка, стараются быстрее, пока пандемия до конца не ушла, все успеть провозгласить и даже заложить фундаменты под будущие рывки. Очень скоро темпы роста айти замедлятся, и мир вернется в более привычное для себя русло развития. Нет, ничего не умрет и не исчезнет. Темпы роста просто станут более плавными и реалистичными. Таким образом, как и пару лет назад в истории с Apple, мы должны признать, что у корпорации Meta запас прочности колоссальный. Сброс воздуха, накачанного теми же биржами, даже на пользу. Еще и с учетом того, что биржевые игры ничего общего с реальностью подчас не имеют. Я уже не говорю о том, что частично биржевые колебания отражают и политические игры. Мы же видим, сколь рьяны и политики, и общественные движения стремятся загнать техногигантов в орбиту национальных законодательств. Сколь олихорадочно корпорации большой айти пятерки, десятки, ищут точки приземления в разных законодательных и нормативных условиях различных государств. Это тоже немного, а может и больше ожидаемого влияет на финансовую конъюнктуру. Возвращаясь же в целом к компании Meta, надо напомнить, что в ее руках сегодня не только суперпланы метавселенной. Корпорация – держатель крупнейшего в мире разработчика и производителя собственной технологии и технических устройств виртуальной до полной реальности. Можно долго спорить о влиянии мести сети Facebook, но в кармане у Meta самый крупный мессенджер – WhatsApp и сеть Instagram, что позволяет им даже с поправками на некоторые сбои в бизнес-моделях, что вызвано, например, стычками с тем же Apple, владеть безграничным стоком персональных данных, обеспечивать высокоточную передачу контента в нужные группы населения, реально влияя на ум и настроение жителей планеты. И ведь мало кто обращает внимания на фактически сложившуюся по умолчанию коллаборацию соцсетей и мессенджеров, дающих на выходе иногда взрывные эффекты. Так давно уже стала фактом синергия WhatsApp и TikTok, проявляющаяся в том, что контент, готовящийся в форматах и на площадке TikTok, активно и яростно порой распространяется среди пользователей WhatsApp. История известная, но все еще мало обратившая на себя внимание аналитиков. Пытающихся надувать щеки в своем желании убедить всех, что они контролируют медиапотоки. Пока иным приятнее посмеиваться над однодневными колебаниями рынка. Другие этот рынок активно занимают и находят самые хищреные схемы находиться в топах по реальному влиянию на настроение населения. Есть о чем подумать? Всего вам доброго. Две студентки Казанского федерального университета стали обладателями титулов в индустрии красоты. Мисс Казань стала представительница Института управления экономики и финансов Ралина Ахмадулина, а первокурсница Института филологии и межкультурной коммуникации Анна Атаманова – обладательницей титула «Мисс Татарстан». С ней мы сегодня и поговорим. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. Для начала расскажите, какое направление в КФУ вы выбрали для учебы и дальнейшей карьеры и почему? Я поступила на педагог английского языка, потому что всегда время учебы в школе. Я чувствовала, что предрасположена к этому. У нас каждый год проходили дни самоуправления, когда ученики старших классов могли принять участие в роли учителя и провести уроки для младших классов. И я всегда горела этим, мне это очень нравилось, и поэтому я и поступила именно сюда. А почему вы решили принять участие в конкурсе? Какие этапы пришлось пройти, чтобы сначала попасть в финал, а затем и в суперфинал? На самом деле я уже участвовала в конкурсе «Мисс Татарстан» в прошлом году. И в этом году решила снова прийти и принять участие, просто потому что мне снова хотелось испытать эти невероятные эмоции, получить новый опыт, участие в конкурсе «Мисс Татарстан», участие в финале, получить опыт, потому что это все равно очень кардинально, я бы сказала, меняет вообще взгляды на позиционирование себя в обществе, свои какие-то взгляды на мир в целом. Всего было три кастинга, первый закрытый кастинг в дирекции конкурса «Мисс Татарстан», второй кастинг в «Меге» и третий финальный кастинг, который прошел уже в отеле «Мираж», после которого была выбрана тридцатка финалисток. А как шла ваша подготовка к конкурсу? И, кстати, как вы это все совмещали с учебой? Ведь все-таки первый курс идет, так скажем, период адаптации в университете. Активную подготовку к конкурсу я начала за полтора месяца до первого кастинга, я очень тщательно следила за своим питанием, занималась регулярно спортом, морально подготавливала себя к неделе подготовки к финальному шоу. Совмещать с учебой получалось очень тяжело, потому что я учусь на заочном отделении, и как раз неделя подготовки к финалу конкурса «Мисс Татарстан» выпала на неделю зачетов и экзаменов. Не буду скрывать, так уж вышло, что сейчас у меня не сданы два экзамена, если я не ошибаюсь, один зачет, к сожалению, потому что я шла на «Мисс Татарстан» с большими намерениями, целями, и всю себя вложила в подготовку к конкурсу. Ну, сейчас, конечно же, будет время заняться подготовкой к экзамену, к зачету. Да, конечно. Сейчас буквально пару-тройку дней после финала конкурса нужно было прийти в себя, вообще осознать, что произошло, осознать всю ответственность, которая сейчас лежит на моих плечах, ощутить в полной мере всю благодарность за произошедшее. И думаю, в ближайшие дни как раз я займусь тем, что серьезно подойду к подготовке и сдаче оставшихся экзаменов и зачетов. А вот конкурс красоты всегда предполагает, что участница не только красивая, умеет преподнести себя, но и обладает широким кругозором, способностями в той или иной сферах. Помогли ли вам ваши знания филологии, например, в этом конкурсе? Безусловно, да. Я уверена в том, что студенты, учащиеся по специальности в сфере филологии, имеют более большой словарный запас, более богатый словарный запас, что мне, безусловно, помогло на интеллектуальном раунде конкурса, ведь я чувствовала себя спокойно и могла объяснить свои мысли развернуто, красиво, и чтобы это все звучало уверенно, хорошо. И также, да, я работаю еще в сфере СММ, что дало мне более обширные знания в сфере какой-то современной развития молодежи. Это, наверное, один из самых популярных вопросов. Какие у вас были чувства, когда назвали именно ваше имя в номинации «Мисс Татарстан»? Честно, на секунду у меня потемнело в глазах, потому что, когда я услышала свой номер после объявления главной номинации, во мне столкнулись буря эмоций, и я не понимала, что происходит, наверное, до сегодняшнего момента, можно сказать, когда уже начали давать интервью, разговаривать с журналистами. И я в зале сидела моя мама, я просто стояла, очень много фотографий, где я смотрю вот в ту сторону, на левый балкончик, там сидела моя мама с моими подругами. Я просто смотрела, но я не понимала, как будто я говорю, «Мама, смотри!» И вот у меня просто захлестнули эмоции счастья. Даже по фотографиям видно, что у меня такой потерянный взгляд, потому что я не особо осознаю, что происходит. Но со временем начинаю осознавать и ответственность, и всю прекрасность этой ситуации. А вот на ваш взгляд, все-таки, какими критериями должна обладать девушка вообще для участия в конкурсе? И что конкретно вам помогло победить в суперфинале регионального этапа? Вообще говоря, о качествах девушки для участия в конкурсе – это совокупность многих-многих качеств. Это не только красота и хорошие фигуры, как думают многие, но также это умение совмещать в себе интеллект, добродушие, умение показывать себя в обществе достойно, умение показывать себя на сцене, умение сохранять спокойствие и держать высокую планку повсюду, просто представляя себя как девушку. И в дальнейшем осознавая, что нужно будет представлять нашу республику на российских и международных конкурсах красоты. Ну вот, кстати, вам сейчас предстоит большая работа по представлению республики на всероссийских конкурсах, на всероссийском уровне. Как будет идти эта работа и какие планы вообще по подготовке? Подготовка – это просто образ жизни, это постоянное саморазвитие дальнейшее, это здоровый образ жизни, регулярные занятия спортом, здоровый сон, забота о себе, умение также продолжать держать планку Миста Тарстан, показывать нашу республику самых сильных, самых главных ее сторон и просто оставаться с собой, быть такой же открытой, веселой, доброй, но при этом поддерживать, так скажем, образ умной девушки, несмотря на то, что я блондинка. Вот. Желаем вам успехов во всех мероприятиях, где вы будете представлять республику и, конечно же, в освоении вашей будущей профессии. Спасибо большое. 165-летие со дня рождения основателя Отечественной школы психоневрологов отметили на этой неделе. 1 февраля родился Владимир Бехтеров, всемирно известный ученый, психиатр, невропатолог, который работал в Казанском университете. Прежде чем повасть в Казанский императорский университет, Бехтеров увидел полмира и стажировался в европейских лабораториях. Однажды он получил приглашение в Казань на должность профессора психиатрии. Владимир Михайлович выдвинул много требований и был уверен, что ему откажут. Но Министерство народного просвещения согласилось почти на все условия, и он приехал. Он был человеком, который помогал всем. Спал не более шести часов в сутки, вел лекции и прием пациентов. И однажды спас человека, которого обвиняли в ритуальном убийстве. Бехтерев провел первую в истории психиатрическую судебную экспертизу и снял обвинение с человека. Каково наследие Бехтерева в Казани и почему его смерть была загадочной, расскажет Амир Ахтямов. Академик Владимир Бехтерев – выдающийся русский психиатр, невропатолог, психолог, основоположник рефлексологии и патопсихологического направления в России, а также генерал-майор медицинской службы царской армии. В его заслуги входят различные гениальнейшие достижения в области психиатрии. Интересным фактом является то, что именно Владимир Бехтерев в свое время поставил диагноз Владимиру Ленину и Иосифу Сталину. Владимир Бехтерев родился в семье Пристова Михаила Павловича и его жены Марии Михайловны Бехтеревых Елабужского уезда Вятской губернии. Образование получил в гимназии и Петербургской медико-хирургической академии. По окончании курса посвятил себя изучению душевных и нервных болезней и для этой цели работал при клинике профессора Мержиевского. В стенах отдела рукописи редких книг хранятся различные материалы и работы великого академика. К примеру, книга под названием «Годичный акт», выпущенная 5 ноября 1888 году. В данной работе ученый, постулируя отраженную природу сознания, вводит понятие его структуры и уровней. На основе критерия сложность содержания и сознания Бехтерев выделил ступени и уровни формирования сознания в антогенезе, то есть индивидуальном развитии. На исходном уровне в младенчестве, когда еще отсутствуют ясные представления, наше сознание проявляется в неясном чувствовании индивидом своего существования. Бехтерев также тесно связан с Казанью и даже есть в личном составе Императорского Казанского университета. В свое время он читал здесь лекции и состоял профессором Казанского университета, а также заведовал психиатрической клиникой окружной Казанской лечебницы. Во время работы в Казанском университете создал психофизиологическую лабораторию и основал Казанское общество невропатологов и психиатров. В 1893 году возглавил кафедру нервных и душевных болезней медико-хирургической академии. В том же году основал журнал «Неврологический вестник». В 1894 году Владимир Михайлович был назначен членом Медицинского совета Министерства внутренних дел. Умер Владимир Бехтерев неожиданно и быстро. Настолько неожиданно и быстро, что возникла еще одна легенда, будто кто-то отравил его специально из-за неразглашения тайны диагноза, поставленного им на приеме. Это случилось 24 декабря в Москве в 1927 году. Последней идеей Бехтерева была идея о создании Института мозга. Там он собрал удивительный музей нервной системы. Бехтерев хотел, чтобы этот музей стал именно музеем мозга. Пантеон мозга был учрежден, и судьба распорядилась им со свойственной ей иронией. Первым оказался в музее мозг его создателя. Похоронен на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге. Амир Ахтямов, Хафиз Гараев, Амир Юлдашев. КФУ. Итоги недели. «Можно быть человеком достаточно образованным и в то же время умственно малоразвитым», писал Владимир Бехтерев. «Развивайтесь каждый день, увлекайтесь интересным, занимайтесь тем, что доставляет удовольствие. Ведь это и есть свобода. Не болейте, берегите себя и всего доброго». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова